Родители молодых людей, называвших себя ворами из Сарова и устроивших смертельную поножовщину в Нижегородском ночном клубе, попытались оправдать действия своих сыновей. Напомню, 10 октября группа молодых людей из Сарова на автомобилях приехала в клуб Мила. Сначала устроили драку у стен клуба и ранили нескольких человек там. Потом догнали ушедшую из клуба компанию и нанесли множество ударов ножом 21-летнему Владиславу Бокову. Он истекал кровью. По словам друзей, саровская компания загрузила его в свой автомобиль и глумясь куда-то повезла. Хотя от клуба до больницы Симашко ехать буквально 5 минут, туда умирающего парня, по словам друзей, привезли только через полчаса. И он умер. Наш репортаж вызвал резонанс. Обвиняемая сторона решила ответить. Мать задержанных за убийство близнецов из Сарова позвонила в нашу редакцию, а в социальных сетях стали распространяться видео, которое якобы и стало причиной нападения молодых людей из Сарова. *** Саровских, мы маму *** всех. Это Сарова, сука. *** пить с нами за одним столом, ***, а потом руками махать. *** всех ***, это Сарова. Я приношу соболезнования. То, что совершили мои дети, в этом будут разбираться правоохранительные органы. Мои дети, естественно, тоже получили и травмы. Получил сам конфликт, в котором есть потерпевшие. Естественно, обе стороны. И разбираться в этом будут юристы. То, что совершили мои дети, ну, с человеческой точки зрения одно, с точки зрения закона, это другое. Можно позволять себе какие-то высказывания в адрес родителей, во-первых. Когда говорят в мать, ну, я как-то вот сразу на себя начинаю проецировать. А мои дети, у меня с ними очень хорошее и доверительное отношение. Поэтому, если в адрес матери что-то высказывается, то на них это действует всегда определенным образом. Они меня защищают. Естественно, в любом случае, своих детей я буду защищать. А в любой ситуации, пусть они правы или не правы, но я как мать все равно на их стороне. Вот мы и приехали, приезжаем уже Камила концерт-холл на концерт. Это русские воры прилетели из Сарова на концерт. Как у вашего сына оказался с собой нож? Он с собой всегда нож носит или как? Никогда. Мой сын занимается спортом. И один, и второй. В плане того, что он, в принципе, в ноже не нуждается. Из-за себя постоять по необходимости, я думаю, что он сможет и без ножа. Мой сын с собой нож не брал, когда он пошел на концерт. Поэтому, откуда взялся нож, это другой вопрос. Естественно, я тут не собираюсь сейчас ковать ни на чью сторону. Я не собираюсь ни обелять своих, ни поливать грязь чужих. Здесь произошла очень нехорошая ситуация, опять же, в которой, естественно, пусть разбирается полиция. Видео, которое записал Владислав Боком перед нападением на него молодых людей из Сарова с ножами, мы попросили прокомментировать его родных и друзей. Владислав это сказал в ответ на оскорбление саровских ребят. Этот ролик был снят после первой драки возле Милоконцерт-холла. Когда вот это вот все происходило, между ними произошла драка, которую они же спровоцировали. У меня вот даже на пальце до сих пор две недели прошло глубокий порез. То есть это после первой драки уже было. Они уже, оказывается, в тот момент нож достали, но мы этого даже и не поняли. Там же есть пострадавшие около Мила, которых тоже порезали. Есть пострадавшие около Мила, а мы этого не знали. Мы переходили дорогу, ну и вот Влад о них так высказался. Убийцы, которые убили моего друга, то есть они с самого клуба начали к нам подходить, нас провоцировать. Они же к нам в клубе подошли. Они же к нам начали за стол подходить. Они к нам подсаживаться стали. Они же пошли за нами. Мы начали домой собираться. Мы вышли на улицу, увидели, как они дерутся. Мой друг начал снимать на телефон. Саровские ребята ударили по телефону, выбили телефон из рук. Но даже после этого мы ничего делать не стали. То есть мой друг, он подошел к парню, который у него выбил телефон, и спросил, зачем ты это сделал. На что я тут просто взял, ударил моего друга. Ну и после они бросаться на нас начали. Чтобы вы понимали, мы когда оттуда уходили, то есть мы ничего плохого даже сделать-то не сделали. У нас даже как таковой драки не было. Мы в основном разнимали. Мы когда оттуда уходили, нам все аплодировали. Мы начали уходить, они начали нам вслед кричать. Мы не последний раз видимся, ну вам будет ***. Мы переходим дорогой, и уже вслед они кричат. Да мы сейчас вас догоним, да мы вашу маму там... Ну, ну тоже, короче, начали оскорблять. И в ответ на это мы уже уходили, и Владик записал ***. Саровских, мы маму ***. *** всех. Это сормово ***. Пить с нами за одним салом ***, а потом руками махать. Это сормово ***. Вот эти нападающие, они задели моего сына тем, что начали оскорблять нашу семью. И он уже отреагировал. Я его не оправдываю, конечно, то, что он так выражался, да. Но он тоже был на эмоциях после всего. И потом они уже за ними, эти нападающие, догнали уже. Говорят, то, что была провокация с нашей стороны, ну а как могла быть провокация с нашей стороны? Мы к этим ребятам не подходили, мы не знакомились с ними, они к нам подошли. То есть, ну, мы не провоцировали. Мы даже, мы ушли же, там от милы мы ушли 300 метров, а люди пошли за нами. То есть, ну, у нас не было провокации, да, ну, может, было что-то грубое сказано, но это не позволяет убивать человека. В ходе массового конфликта один из подозреваемых нанес молодому мужчине множественные ножевые ранения, от которых последний скончался в медицинском учреждении. А двое других злоумышленников нанесли ножевые ранения трем молодым мужчинам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы для оказания квалифицированной помощи в больницу. За стеклом лес, за заднее следение в паре, обрез. Этот человек был с ними в компании. Вы его помните? Да, да, да. Но это видео действительно снято именно в тот вечер, в ту ночь? И действительно ли на заднем сидении Владислав? Да, да. Ну, он был в белой футболке, в черной куртке. То есть, ну, мельком. Ну, там видно, да. Как оказалось потом, пострадавших... Ну, вот, было не два человека пострадавших, всего 4-5 человек. И эти остальные люди, пострадавшие, они не из нашей компании. То есть, они не были знакомы с нами, так же, как мы до сих пор не знакомы с ними. Получается, если бы провокация была бы с нашей стороны, пострадали бы только наши ребята. А пострадали посторонние люди, которые просто хотели помочь. Кстати, как сообщили друзья погибшего, компания из Сарова в Нижегородский клуб приезжала как минимум на двух автомобилях. Точное число приезжавших неизвестно, но задержано на данный момент только трое человек.